Биткоин За последнюю неделю биткоин преодолел сопротивление. С августа мы начали формировать восходящие верха, а также, если вы посмотрите на недельный график, на недельные закрытия. Они начинают расти один за одним. И большую часть этого года мы с вами наблюдали нисходящие закрытия, и теперь это меняется. Биткоин уперся в сопротивление нисходящего расширяющегося клина сегодня и не смог его преодолеть. При этом не каждая красная свеча является плохой. Во многих случаях вы должны задаться вопросом, является ли ситуация конструктивна. И прямо сейчас она конструктивна. Предыдущее сопротивление, теперь новая поддержка. И на мой взгляд, ситуация конструктивна и выглядит хорошо. Но вернемся к недельному графику. Если мы посмотрим на недельный график и откроем недельный МАГДИ, то увидим, что недельный МАГДИ пересекся в верхней части. Ситуация, которую мы не наблюдали с апреля этого года. Это 6 или 7 месяцев негативного импульса. Затем его сокращение, и теперь переход на позитивную зону. И для недельного МАГДИ я бы хотел кое-что изменить в настройках, зайдя в параметры и используя числа Фибоначчи. 13 и 34. Если вы используете 13 и 34, то это немного МАГДИ сглаживает, убирая множество ложных сигналов. Теперь, возвращаясь к дефолтным настройкам, вы видите, что много ложных сигналов. Но если вы используете Фибоначчи 13 и 34, то получаете отличные гладкие МАГДИ с меньшими ложными сигналами. И с этими настройками мы только лишь начинаем пересечение в верхнюю часть, с ними мы не получаем столько ложных сигналов. И в большинстве случаев, когда вы пересекаете, то вы пересекаете. Это важный сигнал, и это значит, что мы можем ожидать 6-месячный период движения вверх. И кое-что с этой идеей также вяжется, это недельное пробитие RSI. То, что мы обсуждали во многих видео, которое, как только мы получаем, означает, по крайней мере, 6-месячное, а в идеале и годовое движение вверх. То есть у нас есть это, пробитие недельного RSI, а также пересечение МАГДИ, которое идет вверх. И куда же это нас, с точки зрения цены, приведет? Да однозначно в... WSOT на нашей любимой бирже Bybit. Друзья, все. Началось. Крупнейшее состязание в мире по трейдингу криптовалют. Будет продолжаться до конца этого месяца. Без малого 19 дней, как вы видите, или 2,5 недели. Ранняя регистрация уже закончена, но вы все еще можете успеть вступить к нам в команду. Обязательно это сделайте, переходя по ссылке из записания или по QR-коду, который вы видите на экране. Наша команда называется SellBuy через значки доллара и биткоина. Поэтому не пытайтесь ее найти по поиску слова CryptoCommons, просто переходите по ссылке и нажимайте, друзья. Но мы уже практически пробили 100 участников, поэтому торопитесь успеть быть в первой сотне. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTI-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами, участников. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте. Торгуем, как обычно, зарабатываем и получаем плюшки. Что ж, шестимесячная цель, та, которую мы недавно обсуждали в предыдущем видео, цель этого паттерна нисходящего расширяющегося клина, в котором в настоящий момент мы находимся, подойдя вплотную к сопротивлению, которую нам подсказывает учебник в диаграмме, измерив расстояние от вершины к низу, с экстраполяцией этого расстояния в зоне пробоя, приводит нас примерно к 91-92 тысячам, в зависимости от точки начала. Я вам, ребят, на всякий случай еще раз это продемонстрирую, просто чтобы напомнить. Вверх, низ, экстраполяция от зоны пробития, и прямо здесь перетаскиваем на потенциальную зону пробития, что приводит нас прямиком к 94 тысячам. По всей видимости, если мы представляем вот эту зону как сопротивление, и замеряя от зоны пробития, теперь это 94, но в последнем видео я скорее рисовал линию вот так. Но по моему учебнику, чтобы подтвердить зону пробития, реакцию в рынке нужно увидеть значительнее, а это пока такой не было. Так что я считаю, что сопротивление движется вместе с этой точкой здесь. Если это поместить на зону пробития или на восходящий вверх, то примерно 94. Но прямой линии это не будет, на это уйдет время, как и время, уходящее на все. И глядя на предыдущее движение в рынке, можно представить, что на это уйдет 6 месяцев. Двигаясь нашими временными целями по пробитию RSI, а также учитывая МакДи, можно понять, что произойти может все что угодно. Может будет огромный провал, затем отскок. Знаю, что многим эта идея не понравится, но на ретест текущих уровней мы можем уйти. А затем, ближе к концу года, убежим вверх. Это лишь черновые идеи того, что я ожидаю к концу года. Но я думаю, что биткоин может уйти вверх вот от этой точки. Ведь за историю каждых выборов в США, за исключением Обамы, у нас наблюдался рост в момент выборов. Так что в этот раз я не жду ничего отличительного. Я думаю, мы продолжим двигаться вверх к моменту выборов и даже инаугурации нашего следующего президента. И двигаясь дальше, хочу обратить ваше внимание на новый индикатор TradingView, который я только что выпустил. Он называется тепловой картой капитализации биткоина к альткоинам. И делает он то, что сравнивает Total 3 капитализации всего рынка альткоинов с капитализацией рынка биткоина. И как только капитализация рынка Total 3 становится равной капитализации рынка биткоина, то и образуется вершина рынка для всего рынка крипто. Обычно, где-то в этом районе. И один из моих подписчиков в комментариях, и ты знаешь, о ком идет речь, спасибо тебе, обратил мое внимание, сказав, Кев, ты знаешь, что капитализация Total 3 всегда равна рынку капитализации биткоина в моменте образования вершины рынка. И я подумал, что запилю к индикатор, что и сделал. И теперь он совершенно бесплатно доступен на TradingView, ожидает вас для добавления в ваше избранное. Это реально круто. И возвращаясь обратно во времени к 2018, вы можете сами увидеть, как только капитализация рынка альткоинов превышает капитализацию рынка биткоина, становясь больше отношений один к одному, то это становится сигналом того, что все перегрето, что и произошло у биткоина на нисходящем верху. Это говорит тебе о том, что как только бычий рынок входит в зону с вершиной, то спекуляция на альте достигает своей вершины. То есть альта достигает вершины во время нисходящих верхов биткоина. В рынке остается много энергии, биткоин отскакивает от уровня исторического максимума в нисходящий верх, а альта в итоге улетает к своей вершине этого цикла. Если мы посмотрим сюда, то по движению видим, как доминация альты теряется до 2021. Пока мы не начинаем движение к коэффициенту один к одному, мы остаемся рядом или даже у вершины. По крайней мере, это отличный индикатор для показания того, что мы рядом с вершиной, что перегрето повсеместно все, капитализация альты равна биткоину, красная линия означает перегрев. И прямо здесь, буквально перед сливом, это происходило перед нисходящим верхом битка, ушедшего на ретест коэффициент один к одному. И мы, в общем-то, туда больше не возвращались до момента, пока биткоин снова не ушел вниз. Но в любом случае, индикатор был довольно точным. Во время медвежьего рынка, рынок альткоинов удерживал коэффициент один к одному с биткоином с точки зрения капитализации рынка. Затем они слились, когда биткоин начал восстанавливаться. Альта оставалась в бэковике, потеряв доминацию. И вот, пожалуйста, мы снова на 0,5. Тотал 3 составляет 50% от капитализации биткоина. То есть пока мы не перегреты. Мы не видим чрезмерную спекуляцию или изобилие. Пока еще. Потому что если бы это было, биткоин, скорее всего, был рядом с капитализацией альткоинов. Так что, говоря исторически, мы в цикле пока еще в ранней стадии. У Тотал 3 мы не наблюдали резкого всплеска, но как только мы его увидим, вот тогда все и перегреется на самом деле. Люди будут полностью заходить в рынок, и как только это начнет происходить... Что ж, вот и вершина. Критическая масса. Так что обязательно бегите на трейдинг-ью, добавляйте себе его в избранное, он совершенно бесплатный, он вам поможет двигаться через цикл. И пока я считаю, что мы даже не приблизились к его концу, к зоне перегрева. И если биткоин последует этому, эти цели в 124К основаны на параболе из учебника. Я повторюсь, это не мое мнение. Я лишь беру данные из учебника о нисходящем, расширяющемся к линии. Его цели, параболы, удвоение базы 3, 62 на 2. Вот на чем это основано. Если биткоин достигнет этой цели, то капитализация биткоина станет примерно 2,5 триллиона. А это рисунки с предыдущих видосов, которые я запиливал здесь и там. Я тут разбирался, накидывал мыслишки, куда бы мы могли вполне себе пойти. Но цель для Total 3 будет 2,6 триллиона. Потому что если мы посмотрим на предыдущие циклы, она немного превышает целевой капитализации биткоина. Так что если биткоин достигнет 124 тысячи с капитализацией 2,5 триллиона, Total 3, возможно, будет немного выше коэффициента 1 к 1, что даст нам 1,618 от вершины к низу предыдущего цикла. Это цель на Fibonacci 1,618, что соответствует 2,6 триллионам, что логично. У биткоина 2,5, у Total 3 2,6. И как только Total 3 преодолеет капитализацию биткоина, умные деньги пойдут в продажу, забирая прибыли, как мы видели из всех предыдущих циклов. Вот что мы и будем ждать в этом текущем цикле. И как всегда, если вам нравится этот контент, обязательно поставьте под видео лайк, напишите свой бесценный коммент, и, конечно же, подпишитесь на канал CryptoCommons, ведь они в составе целой команды наизнанку выворачиваются, делая для вас годный контент и переводя эти видосы. Ну, и, конечно же, не забывайте про их скромных, но при этом самых лучших друзей BlaBlaCrypto, которые также для вас делают эти переводы, а еще ежедневно выпускают годный контент с аналитикой рынка и новостями из криптомира. А я с вами прощаюсь, желаю успеха и до встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok